Для проведения лабораторного теста оборудования Artalink необходимо собрать, навести друг на друга и настроить терминалы согласно инструкции и подключить к одному из терминалов персональный компьютер. Желательное расстояние между оптическими блоками для удобства наведения не ближе 2 метров. После наведения терминалов и их настройки на обоих оптических блоках должны непрерывно гореть все индикаторы. Также все индикаторы должны непрерывно гореть на блоке интерфейсов в разделе System и 3 нижних индикатора в разделе Channel. В программе мониторинга на вкладке Диагностики должны отсутствовать аварийные сообщения за исключением сообщения о достижении штоками системы наведения крайнего положения. Это нормально для лабораторного тестирования. На вкладке Наведение оба терминала должны быть настроены на дистанцию меньше 50 метров. Самый простой вид теста – использование встроенного измерителя качества канала. Для этого необходимо в программе мониторинга на компьютере войти в режим тестирования и запустить встроенный тестер, нажав кнопку Start в нижней части вкладки. После запуска данного режима работы встроенный коммутатор каждого блока интерфейсов направляет непрерывный поток пакетов, который, пройдя через оптический канал, оценивается коммутатором другого блока интерфейсов. По статистике утраченных пакетов программа мониторинга оценивает уровень ошибок в канале, включая количество утраченных пакетов, уровень битовой ошибки за последнюю секунду и за весь период измерения. Уровень ошибок отражается как для локального, так и для удаленного терминала. Следует иметь в виду, что данный вид теста проверяет канал между внутренними портами коммутаторов блоков интерфейсов без использования внешних портов, к которым подключается пользовательское оборудование, и не может считаться полным. Однако данный тест полезен при полевых испытаниях, поскольку не требует дополнительного тестового оборудования. Второй вид теста – пересылка данных между двумя компьютерами. Для его проведения необходимы два компьютера, каждый из которых подключается к пользовательским портам блоков интерфейсов, например, Ethernet 1. Наиболее эффективно применение специализированных тестовых программ, которые обеспечивают максимальную загрузку канала. При данном тесте поток данных с одного компьютера, работающего в режиме клиента, проходит через блок интерфейсов, затем по интерфейсному кабелю поступает в оптический блок, через оптический беспроводной канал приходит на оптический блок другого терминала. Далее данные поступают через коммутатор блока интерфейсов на второй компьютер, работающий в режиме сервера, и отправляются обратно. Компьютер-клиент сверяет отправленные данные с полученными и выдает статистику работы канала. Данный вид теста позволяет проверить полностью оба терминала, включая входные порты блоков интерфейсов. Однако результаты измерения скорости канала зависят от типов используемых компьютеров и загруженности их операционных систем другими задачами. С другой стороны, этот тест не требует специализированного оборудования. Третий вид теста – пересылка данных между двумя тестерами. Для его проведения необходимы два специализированных тестера канала связи, каждый из которых, так же как и на компьютере во втором тесте, подключается к пользовательским портам блоков интерфейсов, например, Ethernet 1. Данный вид теста позволяет проверить полностью оба терминала, включая входные порты блоков интерфейсов. При этом тестеры позволяют полностью загрузить канал связи, в том числе и с возможностью настройки различных параметров потока данных. Таким образом, возможность терминалов Artalink работать вплотную друг к другу позволяет эффективно протестировать их в лабораторных условиях. Это особенно полезно как для отработки совместимости и стыковки с имеющимся оборудованием, так и в целях обучения работе с оборудованием и проведения презентаций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok